Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзекет» поступил вопрос «Нужно ли обсуждать поправки в Конституцию или Бог и так все управит?» Действительно, Бог и так все управит, но помним мысли святых отцов. Есть что-то по Божьему промыслу, а есть что-то по Божьему попущению. То есть Господь ценит же нашу свободную волю, наш свободный выбор. Он ради этого нас и создал свободными, подобными Ему. Именно поэтому мы в ответственности за свою свободу. И когда мы ее сохраняем, когда мы стараемся ее поддержать себе, воспитать и развить, тем самым мы тоже приближаемся к уподоблению к Богу, а именно уподоблению к Богу, это залог нашего спасения души. Понятное дело, что смущает на этом пути, потому что неохота каких-то разногласий, неохота каких-то политических споров, тем более уже если и что-то уже принято, то и чего вроде обсуждать. Нет, беседа, беседа, она всегда важна. Вспомним, как Христос беседовал с саддукиями и больше всего с фарисеями. Вот саддуки, они совсем закостенелые были, так особо даже не поменяешь. А вот фарисеи, Господь постоянно до них пытался достучаться. Да, до большинства он не достучался, потому что они не хотели принять Господа. А кто-то, наоборот, как вот и апостол Павел со временем, его учитель Гамалиил и, в принципе, наверняка многие первые христиане были тоже, как ни странно, из фарисеев. И за счет того, как раз, что Господь постоянно с ними спорил, обличал в чем-то, обличал их в неправоте, но обличал с любовью. Именно поэтому мы можем говорить о любом вопросе, о любом предмете, в том числе о таком важном, как Конституция, как такой главный юридический документ в жизни нашей любимой, богоспасаемой Родине. Поэтому тоже обсуждение может быть. И при этом разногласия не нужно бояться. Тут я бы привел в пример цитату из апостола Павла, то, что он написал в первом послании Коринфянам. Давайте откроем 11 главу и прочтем 19 стих. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». К сожалению, открывается не только искусное, наоборот, открывается и люди не искусные, а наоборот, может, как-то и не очень одаренные, или легкомысленные. Но, опять же, это тоже открытие, когда ты даже открываешь, что ты не искусен в споре, а наоборот, или даже ты в споре искусен, а твоя точка зрения не права, то это польза и для себя даже будет. А если наоборот, и ты можешь человеку помочь каким-то своему объяснению, своему другу, то ты тоже его как-то приблизил, потому что любая крупица истины, которая в нашей жизни чуть-чуть больше будет истины и чуть-чуть меньше лжи, нам будет легче к источнику истины, к Богу приближаться. Но, опять же, опять же, должен повторить, обязательно только с опорой на любовь. Потому что какой бы ни был спор, политический, о спорте, о погоде, там, например, о вкусовых предпочтениях, ты никого не переубедишь, ты никого ничего не заставишь. Но ты можешь с помощью любви показать, открыть свою душу близкому человеку, поделиться то, что тебя волнует, то, что тебя беспокоит, и это открыть ему. Человек близкий тоже видит твое открытие себе, тоже будет открываться. И вы находите общий язык, и как апостол Павел, и пишет, да, это нормально внутри церкви, внутри тех людей, которые называют себя братьями и сестрами во Христе, что есть какие-то разногласия, но есть и взаимное уважение. Да, абсолютная полнота истины, она может быть достигнута только в Царстве Небесном. Мир наш тленный и лежит во зле. Политика, она действительно никогда не будет ни одного политика абсолютного правого на сто процентов. Да, никогда не будет даже среди людей, которые имеют те или иные политические предпочтения, абсолютно справедливой позиции. Прежде всего потому, что мы вспомним слова Христа, царствуемые не от мира сего. Да, Господь не ставит задачу исправить этот мир, а ставит задачу спасти людей и привести их в мир лучше. Господь не ставит задачи построить идеальную политическую систему. Помните, как Иаков и Иоанн, их мама спрашивала, ну вот когда они станут премьером и вице-премьером в Царстве Твоем, Господи, да, можно ли это вот походатствовать, да, так по родственному за них. Ну, Господь говорит, нет, нет. Единственное, что могу обещать, это крещением, которое я крестил, сокреститься. Да, вот и восходят на страдания, приходят через смерть апостолы в Царстве Небесное, и там уже абсолютная справедливость восторжествует. А пока что мы, если даже вот какое-то свое несогласие облекаем в словесную форму и вежливое с любовью обсуждение со своими друзьями, это нас в том числе и уберегает от того, чтобы укорениться в осуждении. Потому что когда ты поговорил с кем-то, ты не согласился с другой точкой зрения, но ты ее немножечко понял, и ты уже понимаешь, что многие стереотипы, что какая-то там пропаганда, которая есть в голове, неважно с какой стороны, что надо все делить пополам, что истина где-то посередине, что зерно, вот, справедливость есть и там, и там, и в той, и в той другой точке зрения. И таким образом ты просто облегчаешь себе задачу для того, чтобы любить и ближнего, начиная со своих друзей, с кем споришь, и даже дальнего незнакомого человека, с которым ты не согласен, но которого ты тоже воспринимаешь со всеми ошибками, как нас с нашими ошибками воспринимает Господь наш Иисус Христос. Субтитры создавал DimaTorzok